Мур, привет друг, это Зверько. Ну что, с майскими праздниками, котята? Я тоже позволил себе немного отдохнуть. Сегодня будет не типичное вещание, а с подробностями необычной механики ульты Глу. Разбор будет подробный и, надеюсь, понятный. Итак, давай пройдемся по навыкам. Первый навык. Глу наносит удар, оставляя на земле мелкого Глу. Мелкий взрывается через 3 секунды и обездвиживает врагов. Чтобы подорвать его раньше времени, можно самому наступить на мелкого или кинуть в него второй навык. Если противник сам наступает на мелкого, то ничего не происходит. Но этим навыкам удобно подсвечивать врага, засевшего в кустах. Второй навык. Еще один удар Глу. И он также вызывает короткое обездвиживание врага. Если навык попадает на мелкое порождение, оставшееся от первого навыка, то Глу притянется на его место. Герои противника, которые будут на пути такой комбинации, получают обездвиживание и немного сдвигаются вместе с Глу. В такой комбинации можно перемещаться самому, вызывать более длительное обездвиживание и банально прыгать слои стены. Вдобавок, смещение позволяет прерывать каст навыков, которые обязуют героя стоять на месте. Например, ульты Адетты или Фаши. А вот Горду просто сбивает прицел. Пассивка. Противники от навыков Глу получают заряды липкости. Заряды отображаются иконкой демонической головы над жертвой. Каждый стак уменьшает скорость передвижения на 6, а урон, наносимый по Глу, на 8%. Стака всего 5. Итого, минус 30% к скорости бега и минус 40% урона по Глу. Пассивка сильно повышает выживаемость нашего героя. Но давай прервемся на нашего спонсора, пока не началось кое-что посложнее. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Ульта имеет две фазы. Первая фаза. Глу разделяется на мелких глу и одного предводителя банды. Вся этого тага терроризирует округу в течение 10 секунд, заливая все слизью и заглядывая девушкам под юбки. В этой фазе глу начинают быстрее перемещаться, быстрее регенерировать и наносить урон противникам, которых касается в рассыпчатом состоянии. Когда у противника будет полный стак пассивки, на него можно будет запрыгнуть и вести себя отвратительно, словно рагнарек в меч хроны. В таком состоянии твой своеобразный конь, в которого ты превратил противника, будет получать 80% входящего урона, а ты только 20. То есть невнимательные враги легко закошмарят своего. Вдобавок у тебя мгновенно перезаряжаются навыки и ты сидя верхом можешь комбинации 1 плюс 2 перетащить жертву куда тебе надо, даже через стену. Таким образом, если ты вселился в танка, что не очень рекомендую, ты можешь его увести в сторону. Или ты можешь затащить неосторожного врага под твою башню, но будь осторожен. Если твой насест забежит под вражескую башню, то получать урон будешь только ты, притом нехилый. Чтобы слезть с врага, просто прожми ульту еще раз. Кстати, автоатака тоже сохраняется, когда ты верхом на враге, но система считает ее за навык и срабатывают пассивки предметов, которые срабатывают от навыков. Как применять и на кого заскакивать, твой выбор. Но не рекомендую забираться на героев, способных прыгать. Они могут тебя резво перетащить в свой стан, там подождать пока ты слезешь и на месте навалять. А вот какого-нибудь мага или стрелка милое дело подтащить к своим союзникам. Итого, за ульту мы лечимся, наносим урон, захватываем врага, переносим на него урон и продолжаем кидаться сверху навыками и автоатакой. Что с этим делать? Вариантов много, экспериментируй. А теперь перейдем к хитростям и экспериментам, в которых мне помогал Ганмарк. Отрицательные последствия первой фазы. Ханза может затащить тебя под вышку или на респ, если ты запрыгнешь на его демона. Потому что тебя притянет к телу Ханза вместе с вредным духом. Однако, если Ханза неопытный, то таким образом может подставить самого себя и притащить тебя к телу. Также... Если ты запрыгиваешь на человека Ханза и он вылетает в демоне, ты будешь сидеть верхом на демоне. Тем самым Ханза нивелирует твою опасность. Али со своей ультой вампирит со всех порождений глум. Очень сильно и быстро исцеляясь. Вообще, ульту надо применять с осторожностью. Особенно против героев, которые вампирят от урона по области. Например, таких как Алукарт или Руби. Клауд первым навыком набирает сразу 10 стаков скорости атаки и передвижения. Кроме того, я думал, что Клауд будет наносить плюс 300% урона своей ультой, хотя бы по мелким глум. Но нет. Похоже, что система считает мелких глум чем-то вроде лесных крипов. Поэтому урон от ульты не увеличивается. Возмездие тоже не дает ощутимого урона. Как ни странно. Алдос. Легко и быстро набивает стаки своей пассивки, если успевает уничтожать мелких порождений своим первым навыком. Фарамис. Практически мгновенно уничтожит глум из-за своего второго навыка, который работает лучше, когда много целей в куче. Также мой билд на Вейла крайне опасен для глум. Потому что мелкие считаются системой закрипов, и второй навык порождает от них множество ветерков, уничтожая все внутри вихря. Главное, чтобы Вейл не уничтожил мелких своим первым навыком до применения второго. Но не спешите расстраиваться, котятки. Есть и положительные стороны этой ульты. Глу может танковать башню продолжительное время. Для этого нужно зайти немного по дуге, чтобы башня начала атаковать мелких в первую очередь. Когда башня закончит с порождениями, лишь тогда возьмется за основного Глу, начиная урон с минимального значения. Однако, если ты заденешь героя противника и нанесешь ему урон, башня сразу переключится на тебя. Дальше, фишки с героями. Хаябуса рассосредотачивает свою ульту на мелких глум, что позволяет легко распределить его урон. Также мелкие глум будут защищать своего главаря от Хука Франка, а также от второго навыка Селены. Однако, если ты перемещаешься, то главаря твоей банды все же могут выцепить. Или попасть через узкую зону, в которой нет мелких порождений. Также мелкие спасают от стандартного выстрела снайперской винтовки Беатрис. Или ее дробовика. Тут начинает проявлять себя баг. Стандартный выстрел просто разбивается о мелких, тут все понятно. Но ульта винтовки Беатрис игнорирует миньонов и крипов. Поэтому, если выстрел проходит через мелких, которых система считает за крипов, то и главный глум считается системой за крипа. И выстрел проходит насквозь, порой даже не цепляя главаря. А если мелких на пути нет, то главарь считается за героя, и в этом случае получает полный урон. Казалось бы, дробовик по толпе в упор должен наносить много урона. Но у Беатрис есть штраф к урону по крипам. И на первую фазу ульты глу этот штраф распространяется. Именно поэтому урон дробовика, или если Беатрис хорошо попала ультой винтовки, то урон будет снижен. От ульты чане глу тоже может закрыться мелкими миньонами и спасти свою шкуру. Либо спасти союзника. А вот второй навык наны не отменяет применение первой фазы ульты глу. Итак, если у противника Вейл, Фарамис, Алдас, Алиса, то старайся проводить в первой фазе как можно меньше времени. Для этого на выбранную цель набивай стаки от первых двух навыков, чтобы быстро залезть на нее. А от навыков, которые разбиваются о первую цель, ты можешь прикрываться мелкими порождениями. Теперь разберемся с особенностями предметов. Проклятый шлем и господство льда не складываются от мелких глу. Но предметы работают, когда вы верхом на цели. Популярная кераса грубой силы глючит во время первой фазы ульты и не дает бонусов от своей пассивки. Антихилл, Жезл Молнии и Пылающий Жезл в первой фазе ульты накладываются только если ты первый своим главным глу дотронулся до врага. А если дотронули сначала мелкие, то никакие пассивки не срабатывают, пока ты не залезешь на цель. Но если ты ткнулся главарем в первую очередь, то Жезл Молнии сработает несколько раз, а Пылающий Жезл будет очень долго жечь цели. Считай, пока ты шарашишь врага в первой фазе, а потом забираешься на него и продолжаешь накидывать навыки и автоатаку, которую, я напомню, считается навыком. Получается, что и эта автоатака провоцирует горение и молнии от Жезлов. Итак, мы видим, что глу не очень подходит под роль главного танка в команде, потому что у него кратковременный контроль, а сидя на враге он даже телом не может никого прикрыть. Зато из него выходит отличный брузер или боец. Урон высокий и может сеять панику в стане врага. В слот дополнительного навыка можно брать, что тебе больше нравится – ускорение или выживаемость. С эмблемами еще шире выбор, но я представлю свой вариант для новичков – через эмблемы танка. То же самое со сборкой. Можно играть через танка с маской мужества и собираться от сетапа противника. Для этого можете посмотреть мой гайд по защитным предметам. Но я покажу вам свою необычную сборку, направленную одновременно на защиту и урон. Обувь демона для спама навыками, чтобы мы не думали о мане. Проклятый шлем будет жечь противника все время, пока ты рядом, либо на противнике. Та же история с палочкой горения, которая сильно поднимет урон глу. Кирасу грубой силы когда-нибудь да исправят, и она заработает как должно. Но можно ее безболезненно заменить на другой защитный предмет, например, бессмертие. Щит Эфины спасет тебя от магов-прокастеров в соло-цель. И вот последний предмет варьируется от ситуации конкретно на поле боя. Можно взять, например, ожерелье с заточением, что не позволит противникам исцеляться. А можно выбрать что-то из защитного снаряжения, если тебя слишком быстро убивают. Я не включил в билд древнюю Кирасу. Она имеет две стороны. Конечно, она уменьшает урон по тебе и по твоим союзникам. Но когда ты верхом на противнике, то и он будет получать немного меньше урона. Кайфушки. Глу принесет удовольствие тем, кто легко ориентируется в боевой ситуации. Любит раздражать врагов и устраивать им подлянки с захватом противника. Видя рассыпанного глу, большинство врагов просто бросаются на утек. И это выглядит очень забавно. Либо новички, запутавшись в целях, начинают убивать своего, что тоже весело. Но, а на этом все. Я решил отказаться в этом гайде от банальщины и сконцентрироваться на особенностях. Если тебе понравился гайд, то ставь лайк под видео и подпишись на канал. Выбирай героя по себе. И удачных боев, друг!